В Токио от Латвии на Олимпийские игры отправятся 33 спортсмена. Кто-то впервые, а кто-то и в третий раз подряд. С командой перед долгим полетом встретилась Евгения Копылова. Как-то говорит, главный участник, по-моему, никакую медаль не выиграл. С таким настроением латвийские спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Японию. Сегодня же полностью представлена команда 33 спортсмена. Есть среди них и те, кто на Олимпийские игры едет впервые. Сбылась мечта детства. Я приятно взволнован, с нетерпением жду начала игр, наслаждаюсь подготовкой и радуюсь теплой погоде. В Токио будет примерно так же. Семья за меня рада и очень поддерживает. Вообще греблей я начал заниматься в 2007 году и уже тогда хотел попасть на Олимпийские игры. Ну, это будет премьера для меня, первые Олимпийские игры. Может быть и последние, кто его знает. У меня уже 31 год. Но я уверена, что все получится. Мы как бы... У нас середина сезона, то есть мы играем турнир за турниром. То есть мы подготовлены и просто пару дней перед этим мы будем там тренироваться, чтобы узнать, как все. И мы готовы играть, да. Таких Олимпийских игр еще не было без болельщиков и с постоянными тестами на COVID-19. Это будут мои третьи Олимпийские игры. Каждый раз все по-разному, поэтому я с нетерпением жду, каким же будет этот раз. Это большое событие, но я даже не знаю, будут ли болельщики, какая будет атмосфера. Увидим. Я очень собой горжусь и людьми, которые меня окружают, потому что пять лет назад я Олимпиаду смотрела по телевизору с только что прооперированным коленом. Я не могла отправиться на игры во второй раз и пообещала себе, что отправлюсь в Токио. В добрый путь спортсменов отправил и президент Латвии Эггил Слэвиц. Флаг страны он передал баскетболисту Агнесу Чаварсу. Он будет знаменосцем сборной. Будем с вами, так что вы можете говорить, что у вас есть как минимум два миллиона болельщиков. Удачи! Олимпийские игры в Токио начнутся уже 23 июля и продолжатся до 8 августа. Евгения Копылова, Мариш, Сергей Нцонс, Латвийское телевидение.